Отопительный сезон, которого жители области ждут с нетерпением, а чиновники с тревогой и волнением, руководители муниципалитетов праве начать в любой момент. Главное, чтобы к пуску тепла в дома и учреждения все было готово. На протяжении лета по всей области велись подготовительные работы. Из 455 источников теплоснабжения, обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы, подготовлено 440 котельных, что составляет 98% от общего количества. Выполнен текущий капитальный ремонт 480 котлов, а также 856 единиц вспомогательного оборудования. Готовность тепловых сетей на сегодняшний день также высока, составляет практически 100%. Ответ на главный вопрос, когда же батареи станут горячими, конкретики пока не имеет. Норматив остается прежним, если среднесуточные значения не будут превышать температуру плюс 8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Будем смотреть по погодным условиям. Сегодня у муниципалитетов есть право на свое усмотрение, определять сроки начала, поэтому по мере готовности, я думаю, муниципалитеты примут это решение. Особые усилия в этом году при подготовке к отопительному сезону пришлось приложить коммунальщикам областного центра. В связи с тем, что БАО «Т-Плюс» изменил теплогидравлический режим в централизованной системе теплоснабжения. Мы этот теплогидравлический режим приняли. Он достаточно серьезно отличается от предыдущего. Согласование данного режима повлекло за собой необходимость перерегулировки порядка 70% потребителей. В середине лета специалисты Гортеплоэнерго и ГТСК совместно с сотрудниками управляющих компаний занимались тем, что устанавливали новые суживающие устройства в индивидуальных тепловых пунктах. Согласно нового расчета, в данный момент установлено 80% данных устройств. В этом году не все муниципалитеты сформировали запасы топлива. В четырех из них – Тейкове, Заволжском, Приволжском и Рюветском районах – договоры с поставщиками еще не заключены, что вызывает серьезные опасения. Максим Евгеньевич, что думаете? Павел Васильевич, проводим переговоры индивидуально уже с потенциальными поставщиками, даем им гарантии определенные. Надеемся к началу отопительного периода закупить. А Вы не планируете в этих условиях создать областной резерв по топливу? По оборудованию, по разным комплектующим мы создаем. Так давайте, может быть, мы в этой ситуации создадим резерв по топливу областной. Павел Васильевич, готовы поддержать? У нас этот резервный фонд подразумевает наличие в нем не только материальных ресурсов, но и топлива. Рассмотрите срочно этот вопрос. Потому что мало ли где сорвутся конкурсные процедуры. Еще одна проблема – большая задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов. На данный момент она составляет 805 миллионов рублей. Большая часть суммы – долги за природный газ, каменный уголь и топочный мазут. Особое влияние в этом году финансовым у нас на структуру задолженности оказали также долги организаций, финансируемых из федерального бюджета. Это объекты Министерства вороны и Федеральная служба исполнения наказаний. На сегодняшний день их задолженность составляет более 50 миллионов рублей. Глава региона потребовал оперативно решать проблемы и рекомендовал не затягивать начало топительного сезона, по крайней мере, в учреждениях социальной сферы. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.